Книга «Открытым оком. Тема. Объединение. Том 17. Вопрос 3133. Какие материалы о соединении Московской Патриархии с Русской Православной Церковью за границей настораживают или вызывают улыбку более всего? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Если говорить про смех, то только сквозь слезы. Когда читаешь некоторые выступления, даже не рядовых, то столько же в них словах плотского и бесчувственного, сиюминутного, что только взахаешься. Да ведь и сами, пожалуй, не верят. Святых слюней не хватает на всех, чтобы равно видели за подоплекой суть. Цитата. В 1993 году, во время конфликта между президентом Ельциным и Верховным Советом, Патриарх выступил с миротворческой миссией. В своей резиденции в Даниловом монастыре он принял представителей обоих сторон, призывая их прекратить противостояние. Во многом, благодаря усилиям патриарха, тогда удалось избежать перерастания этого конфликта в гражданскую войну. В марте 2000 года президентом России был избран Владимир Владимирович Путин. Он стал первым правителем России после императора Николая II, открыто заявляющим о своих православных убеждениях. Общеизвестно, что президент Путин включает в график своих визитов по стране и за рубежом посещения храмов и монастырей, подчеркивая, что эти посещения выходят за рамки официальных и нередко носят сугубо частный характер. Побывал нынешний президент первым за всю историю России среди ее правителей. И на святой горе Афон. Наконец, думаю, мы вправе назвать вещи своими именами и сказать, что именно президент России в сентябре 2003 года дал импульс к сближению двух частей русской церкви. Цитата. Мы приветствуем решения делегатов 4-го Всезарубежного собора, открывающие путь к скорому исцелению длительного, продолжавшегося более 80-летий разделения между русской церковью в Отечестве и ее зарубежной частью. Заявил Интерфаксу в пятницу секретарь комиссии Московского Патриархата по диалогу с РПЦЗ, протоиерей Николай Балашов. Он также отметил, что восстановление единства имеет огромное духовное значение для РПЦЗ. Церковное единство нужно для нашего национального возрождения, для укоренения на родине тех духовных ценностей, носителями которых осознавали себя вынужденные эмигранты времен гражданской войны. Убежден собеседник агентства. По словам Отца Николая, есть еще практические и церковно-канонические вопросы, которые предстоит решить. Это относится, например, к приходам РПЦЗ за границей на территории самого Московского Патриархата. Главным образом в России и на Украине. Есть также вопросы, связанные с положением отдельных священнослужителей. Цитата. «Но все они могут быть разрешены в скором времени, потому что принципиальные подходы к их решению уже намечены». Отметил он. О. Ю. Васильева. «Есть историческая правда и в деяниях архиереев и клира русской зарубежной церкви, оказавшихся на территориях государств, противников Советского Союза, как идеологических, так и военных, но живущих тогда еще в биополярном мире, расшатывая в кавычках советского монстра, они искренне верили в лучшее демократическое будущее». «Какое значение придавали духовенство и верующие Московского Патриархата миссии и служении русской зарубежной церкви в годы советской власти?» Это «Что значила русская зарубежная церковь лично для вас?» Патриарх Алексий. Цитата. «Русская зарубежная церковь сохранила в своем изгнании духовные ценности отечественной православной традиции. Нам было больно от этого. Виделось непонимание, а то и нежелание понять со стороны тех, кто все же находился не в таких тяжелых условиях. Конечно, бывало, что резкие заявления звучали и с нашей стороны. «Думаю, не об этом теперь нам надо вспоминать, а как учил апостол, забывая заднее, простираться вперед» Филиппийцам 3.13. «К полному и окончательному единомыслию при оценке всех явлений и деятелей истории прийти трудно». «Вся правда явится лишь на Божьем суде». Священномученик митрополит Кирилл в свое время предостерегал от попыток применения канонического буквализма. Он писал в 1929 году «Церковная жизнь в последние годы слагается и совершается не по буквальному смыслу канонов. Теперь нам надо не судить друг друга или целые поколения наших отцов и предшественников, а в духе Христовой любви и совместной ответственности найти дорогу к единству и общему свидетельству. А теперь страна на глазах как бы распрямляется, все более обращаясь к своим исконным православным традициям. И очень часто видим поддержку в этом отношении со стороны представителей государства, среди которых все больше верующих людей. «Многолетний опыт нашего участия в межхристианских контактах приводит к скорее неутешительным выводам. Либеральные ценности, взятые на вооружение рядом протестантских общин, заслонили собой христианское понимание нравственности, привели к попранию норм священного писания и предания». О Баламанском соглашении К сожалению, документ так и не стал для католиков препятствием для насаждения унии и продолжения экспансии на восток. «Мы исходим из сохранения исторически сложившейся общности епархий, приходов, монастырей русской зарубежной церкви в качестве самоуправляемой части единой поместной русской церкви. Именно так русская православная церковь за границей сама себя определяла на протяжении десятилетий. Только раньше этот статус описывался как временный, до, цитата, падения безбожной власти в России. Если архиереи русской зарубежной церкви становятся членами архиерейского собора московского патриархата, то естественно, что будет происходить и предусмотренное канонами утверждение их избрания священным синодом патриархата, хотя само избрание будет совершаться по-прежнему собором русской зарубежной церкви. Что же касается и избрания первоиерарха. Возникающую ситуацию, когда за границей России кое-где будут на одной территории существовать параллельно епархии и приходы русской зарубежной церкви с епархиями и приходами, непосредственно входящими в московский патриархат, нельзя назвать вполне нормальной и соответствующей канонам. Однако, она сложилась в ходе весьма долгой истории и нельзя ее искусственно изменить в краткий срок. Однако, мы надеемся, что в дальнейшем, по мере развития сотрудничества, сослужения, взаимного общения, сама жизнь приведет к тому, что эти епархии и приходы сольются. Однако, как сроки, так и форму этого единства трудно сейчас определить. Оставим это промыслу Божию. Что касается былых споров и конфликтов, считаю, не следует нам возвращаться к ним вновь и вновь. Надо понимать, в каком историческом контексте происходили эти события. Не хотелось бы вспоминать, но ведь и с той, и с другой стороны звучали жесткие обвинения. Вплоть до того, что за границей, например, говорили, будто церковь в России не имеет благодати. Таинства в ней, если и совершаются, то только в отдельных случаях, в отдельных храмах. Открытие приходов русской зарубежной церкви в пределах России, принятие в клир священнослужителей, запрещенных архиереями Московского Патриархата, утверждения, что наши иерархи будто бы публично проповедуют ересь, и поэтому можно не обращать внимания на налагаемые ими канонические прещения, вот та атмосфера, в которой, увы, было трудно строить нормальные отношения. Алексий II, цитата, «Декларация митрополита Сергия в целом ушла в прошлое, и мы не руководствуемся ею». Галатам 2,18 «Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником». Иакова 2,9 «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками». Жизнь или смерть Необходимый выбор, он много чаще прямо предстоит. «Должна быть четкость, мясо или рыба, добиться омщения или тот час простить. Все в нашей полной нераздельной власти склониться к Богу или к сатане, обидевшие в конце убит или обласкан, прощать обиды или в них коснеть. Все надвое, где свет, а где-то тьма, напротив смеха, слезы и рыдания, что в замыслах готовимся поймать, тем обожжем, а может и одарим. И от всего последствия взойдут и повлекут налево и направо, нам предстоит еще предстать на суд и следовать, за что приняли раны, за неуступчивость, гневливость, то есть месть, а может, все имеющий к отмщению простил и изгнан из родимых мест, и киллеры во след рычат ищейкой. Христос есть жизнь, Евангелие дал, живущий по нему избегнет смерти, здесь милость есть, великий капитал, в лучах нетления, все выгоды померкнут. Встающий поздно хуже мертвеца от тунеядства горечи полынной, там свету доброты не принято мерцать, сгореть так просто с мягкой периной. Жизнь или смерть приходят через книги, из телевизора и наших разговоров, Чего же на молитве мы достигли? Воркует голубь или каркнет ворон? Открытым оком на себя смотри, во имя Божия сверяй свои поступки, жизнь. Многораундный боксерский ринг, борьба за вечность, здесь сплошные сутки. 16 августа 2006 год, Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok